приветствую вас граждане космический центр был успешно достроен и мы можем перерезать ленточку слушайте сейчас кажется ракет полетит посмотрим на это безобразие вон она подъезжает на стартовую площадку к сожалению я не могу приблизить камеру придется смотреть так давай лети она выросла вот это прикол что-то там с энергию них по-моему какие-то проблемы да как вы догадались сегодня у нас последняя серия мы наконец-таки достроили энергоцентр ребята пыхтили в поте лица слава богу я успел так сказать подъехать в город чтобы заценить как идут дела потому что у меня тут небольшие построения собственной страны организовались но об этом чуть попозже ну чё ты полетишь алё нам нужно поставить туда 100 мегабайт причем кстати 349 уже поставлено 300 рабочих есть и ноль туристов в общем короче строительство спутника так они же уже ракету вроде бы как вывели на стартовую площадку они все спутник строят о полетела ребята полетела охренеть прощай ракетка передавай привет родстеру илона маска вот как-то так друзья да на этом у нас прохождение sim city 2 сезона заканчивается но перед этим давайте немножечко оптимизируем работу города я только хотел сказать что надо завершить все так чтобы город вышел в плюс и он прикиньте вышел спутник успешно достиг орбиты спутник космического центра это обалденно я на самом деле уже и не помню какие плюшки он дает нам для развития наших городов но в любом случае давайте пробежимся посмотрим чем и тут должны починить а у нас опять завод сгорел но это нормально до заводы нынче долго не живут скажем так при том что я по моему пожарку то снес да вроде бы я сделал это ну давайте день уже я не люблю эту ночь противную включите мне день в любом случае в мои планы входило такие телодвижения как раздолбать завод по производству бытовой электроники завод по производству процессоров и чтобы город сам себе на уме зарабатывал денежки потому что ну просто потому что эти все штуковины жрут чудовищное количество денег а учитывая что у нас появилась омега ко которая дует своим фиолетовым дымом на выставочный центр я думаю что ну можно это все разнести тем более что у нас особо особо каких-то о чёрт ща будет бубом зеленый огонь но я не хочу строить пожарную охрану потому что мы этим занимались на стриме у нас была прямая трансляция где я фармил собственно денежки отправлял процессоры и сейчас если мы поставим эту штуку она угандошит наш бюджет в минус 1700 долларов вообще кстати это очень хорошо потому что потому что учитывая что меня плюс 2 200 она влезет она влезет только единственная вопрос влезут ли у меня здесь хреновины для туши да влезут нормально короче ставим тогда это это и вот это и вон то и конечно башенку и конечно вывеску и обязательно флаг все минус 600 долларов но как можно исправить ситуацию с исправить ситуацию можно easy мы можем снести вот это предприятие которое жрет 800 баксов мы можем снести вот это предприятие которое почти 4000 сжирает мы можем снести завод по производству процессоров которые 2000 хивает то есть чисто теоретически если это все разнесу у нас бюджет все равно будет прекрасный даже без за черты говно какое подорвали все но ничего это больше не повторится теперь у нас есть крутые пожарники как то есть пожарные не жуки пожарники а пожарные крутые службы прямо как охотники за привидениями только без привидений ну и давайте это сделаем значит склад ты мне вообще нужен я вот даже не знаю можно так-то процессоры и поимпортировать давайте сначала разнесем завод по производству бытовой техники он теперь точно не нужен до свидания друг теперь наш бюджет возрастет видите уже минус 175 долларов так а сколько омега вообще денег мне приносит чем это дело проверим мы омега к 8000 долларов то есть если я сейчас разнесу меня будет минус семь штук ну да чисто теоретически можно посносить все производства тогда тогда мы точно выйдем в плюс телевизоры и нам здесь по идее уже не нужны вы их ребята экспортируете в их ребята до экспортируете 126 штук они за них получат но опять же мы можем вообще изи выйти в плюс в снеся вот этот вот домик по производству процессоров и уничтожив все склады которые мне в принципе уже и не нужны теперь плюс 2 400 у нас бюджете есть и можно наверное даже разобрать нефтеперегонный завод который также жрет деньги и разобрать вот эту нефтяную скважину потому что мне особо и уже и не нужны нефтепродукты мы уже все это дело с вами добыли инвестировали куда надо и теперь можно просто оставить нормальный город без всяких там лишних хреновинок я думаю что омега ко мне тоже не нужна и опять я грохнул на эту чертову магнитную транспортную дорогу кстати и она тоже жрет нехилы денег это печально вот это тоже нам не нужно до свидания ну и вот такой вот у нас город получается особо без предприятий здесь у нас правда есть еще один склад с топливом можно его кстати экспортнуть чё чё ему тут валяться я знаю что я потерял кучу товаров когда снес эти склады но зато у нас плюс 5000 бюджет и это хорошо сейчас они немножечко обвалятся потому что предприятие омега ко убилась но как вы понимаете мы можем застроиться здесь можно здесь построить и жилые кварталы и магазины или возможно даже промышленность которая будет дуть на город но это все равно наши цели не утолит в общем да ролик получился чрезвычайно коротким но в принципе мне особо больше заняться здесь нечем мы построили вот этот вот непрекраснейший космический центр вот отсюда его видно кстати получше чем с того ракурса огромное спасибо всем ребятам кто принимал участие в этом маленьком сезоне андрюха никита женя для харднест только правда он был немножечко не в нашей команде но это не беда все равно мы делали общее дело и вроде бы его сделали так что спасибо друзья что были с нами все эти серии уж простите за столь короткий видосик не поймал я момент когда будет строиться космический центр но в любом случае у нас есть чем заняться возможно когда-нибудь мы вернемся и к sim city единственное только подбесила вот эта ситуация серверами нестабильность подключения что самое ржачное вот сейчас пока я пишу последнюю серию ни разу не было каких-то проблем соединением но вот так вот это называется закон подлости вроде бы так должно было быть изначально но как показывает практика вечно нам везет он игроник какой колокрасивый город давайте знаете что давайте пробежимся по городам моих соседей хоть посмотреть как у них дела идут о какая там башня это сумасшедшая давайте начнем с никитосы кураграт поджопинск встречайте минус 8000 долларов у никиты на балансе и это скорее всего из этих чертовых мега башен доход 15 расходы нет это в плюсе башня а это а это башня в минусе кстати ведь расходы 8 доходы 6 но если снести вот эту будет уже неплохо кстати но я думаю что ему уже наплевать он уже уехал так здесь у нас получается тоже в минусе это элитная мега башня на косарь но в остальном тут вроде бы от это что за плате думтаун это видимо что-то из будущего какое-то элитное здание а это прям копия empire state building на минималках конечно же да хорошо никит ты тут все перестроил мне нравится это чё компания это просто промышленное здание такое сумасшедшее прикольно смотрится да но вот как я вам и говорил эти мега башни вот прям вообще не мое вот но не люблю я их и все хрень какая-то супер высоченная конечно понимаешь что она может кому-то нравится но это надо весь город строить в стиле вот этом вот будущего а я че может быть кстати следующий сезон мы так и будем делать используя только здания и возможности из города будущего дополнения для sim city окей а можно мне переключиться на другой город или я сначала должен домой прыгнуть он ты господи боже так теперь мы поедем в гости скорее всего к андрюхи да вот здесь андрюха просто дуис когда поехали у андрюхи тоже есть мега башенки и их кстати немало давайте посмотрим в плюсе ли они здесь плюс здесь тоже покров нихера вот это плюсик на десять тысяч баксов выстрелила эта башня в минусе к сожалению но большинство так прям в плюсе да да это тоже на почти тысячу баксов в плюсе ну в общем короче у андрюхи здесь все нормально о атомная электростанция слава богу ты не подорвал нас да я поэтому ее строить не стал потому что что-то мне подсказывал что она все подорвется а это что это у нас такое empire state building вот это шикарно правда она сильно выбивается из общего из общей архитектуры города но это скорее всего не не связано с правлением андрюхи это просто здесь вот у нас такие вот интересные башенки которым она приложила руку омега ко да мне очень нравится правда покинутое здание но это мне беда очень круто оформлен институт весь такой зеленый а это что центр ну клёво у тебя институт стоит а мне нравится я думаю что я думаю что фиолетовый дым он как бы стимулирует мозг студент чтобы они чтобы они лучше учились сами зато и здесь есть санитарная обработка если вы внезапно на парах начали светиться можете пройти через дорогу к нам же мы вас вылечим ладно классный город андрюху едем дальше так ну и теперь наконец-то наш последний соратник это женя токио спирит хотя можно было бы конечно еще посетить вот ра у рамштика тут города есть вон там какой-то город с миллионом вот этих вот мега башен это чей город дайте посмотрите-то васильки ремерт 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 красавчик здесь у нас собственно еще кто-то имеется но мы не пойдем по всем городам мы пойдем только по нашей команде пацаны без обид так поехали к женьке женька у нас занимался тем что импортировал топлива на производственный наш центр этот космический поэтому у него должна быть нефтеобрабатывающая штука здесь находиться так что мы тут имеем кажется вот она да вот добыча собственно располагается это у нас здесь перегонный завод а это еще один нефтеперегонный тоже который топливом занимается также у нас тут есть товарный склад который топливо хранит ну да у джоне здесь все идеальненько не хочу никого бить но мне женькин город больше всех понравился он такой какой-то уютный что ли вот я говорю что вот эти мега башни сраны они портят общий вид города вот прям мне не нравится а у женьки крутой смотрите какой ну классный же наверное лучший город даже даже с моим не сравнится у меня как-то все поналяпано понатыкано если мы посмотрим так это по-моему да это это не мое вон мое ну такой себе на самом деле вот у женьки мне нравится город возможно он еще не обновился и попозже здесь тоже выросли мега башни но по крайней мере для меня это самый такой приятный городок у хартнеса еще классный был город мы к нему уже заезжали в гости но уж сейчас не поедем на вы можете это глянуть уже у него на канале возвращаемся в наш прелестный жипоград вот мы и дома ну да тут у меня конечно вот этот район еще если более-менее нормально смотрится то вот между ними что-то необходимо здесь возможно коммерция хрен его знает вот для такие здания больше всего нравится вот я не люблю вот эти вот все современные солнечными панелями они как-то наверное все таки это косяк дизайнеров что они не смогли вписать эти здания в общую архитектуру а может просто это я такая привередливая жопа в жипограде ну что друзья на этом наверное мы с вами попрощаемся вот так и закончился второй сезон по sim city построили мы наконец эту вот хреновину вы можете в комментариях написать может быть какую-то абстрактную цель придумать для следующего сезона потому что учитывая стабильность серверов сейчас вот я грыл что на последней серии у меня ни разу не было вылета вот прикиньте до сих пор никаких проблем с подключением не возникало отсюда я делаю вывод что скорее все это не связано ни с какими там блокировками о которых кто-то говорил скорее всего все-таки это косяк именно серверов был может быть какие-то работы велись у максис хрен его знает но в любом случае классно они все-таки игру сделали хотелось бы больше карт и больше возможностей с инфраструктурой потому что дороги только двухсторонние обычные перекрестки никаких развязок ничего этого нет вот если добавить взять все из sim city и нацепить на на это дело механики и движок на растите из skyline получился бы идеальная градостроительная стратегия но к сожалению вот что то есть там что-то нет здесь и так далее и наоборот то же самое в общем ладно ребята все я прощаюсь с вами не хочется уходить я буду скучать по этому же пограду но надо надо спасибо за внимание и покусечки это и паку будем покусечки